приветствую всех сегодня хочу вам рассказать немножко вот этом вот замечательном ноже нож хог и x03 этот нож это приз 2 ножевой лотереи ножового сообщества youtube вконтакте сейчас я на него сделаю такое небольшое видео и отправлю владельцу этот нож на коробочке тут коробочка на коробочке есть разные надписи вот одна из надписей оповещает о том что дизайнер ножа а вы на лишивец потом тут есть еще что вот здесь что типа если есть какие-то претензии помог на жуту надо в течение 30 дней оповестить об этом компанию в общем все это будет адрес и так далее там нож нож вот такой вот пакетики просто вытащился без пакетика такой из пенки на здесь у нас такая вот типа инструкции тоже здесь описывается что уже можно делать что нельзя уже какие-то моменты там гарантийные в общем текст и собственно нож нож на меня произвел конечно очень приятное впечатление когда его вытащил из коробки взял руку и несмотря на то что это вроде бы как считается ломиком в руках ты не ощущаешь что талон рукоять здесь в какой-то степени такая даже нельзя сказать что она миниатюрно но очень изящно она достаточно маленькая и некоторые считают его не пропорционально маленькой допустим для этого клинка и даже вот моя рука она в общем-то небольшая но ей таким пальцем допустим достаточно тесно в этой рукояти видите как бы даже рукоятиной особо так и не выступает за пределы ладони но благодаря таким всем свет этим изгибом чего его ничего в этом только такой как бы экономичности рукояти удержание довольно приятно и такое в какой-то степени даже уютно можно сказать материал рукоятки здесь полимер фарен вот таким вот рисунком наверно типа кожа скота с этой стороны нет довольно такая разлапистая клипса но вы знаете очень удобно на кармане и видимо я думаю что благодаря именно тому что здесь такое серьезное расширение каплевидное такое или даже пальцевидное она очень хорошо и легко ложится она садится на карман ты абсолютно не задумываешься о том там чтобы как-то подправить что-то помочь просто засунул не глядя все она достаточно тугая ну конечно в меру клипсу здесь можно переставлять делать тип об и тип даун и вот кстати говоря для меня лично допустим очень как бы примечательно то что в отверстиях под клипсу ставлены вот такие вот латунные такие втулки что ли с резьбой да наверное это говорит о том что этот нож имеет довольно серьезный такой задел прочности даже таких вот мелочах как отверстие для того чтобы крепить клипсу замочек значит у нас здесь кнопочный нажимаем на кнопочку и закрываем отжимается и нож закрывается кроме того здесь есть предохранитель который работает только если нож открыт то есть если мы закрытом состоянии нажимаем эту педальку нож все равно открывается и закрывается но если мы откроем нож нажмем на педальку нож уже не закрывается то есть надо об этом помнить и я так предполагаю что если баловаться этой педалькой закрытом состоянии то наверно там можно даже что-то сломать то есть есть темлячное отверстие есть опять же пластиковый скул обои стеклобоем принципе я бы тоже не назвал но скул крашер в принципе пластика будет достаточно при необходимости теперь немножко пробежимся по клинку значит клинок здесь длиной почти почти 9 сантиметров в обухе он почти опять же 4 миллиметра достаточно такой серьезный сталь здесь нигде не указано на клинке но сталь 154 7 это мы знаем из описания на сайте там и так далее значит обработан обработана поверхность стоунвош здесь будет видно за стоунвошена танта причем с двухсторонними спусками здесь у нас спуск и здесь у нас спуск принципе наверно вкратце вкратце все об этом ноже еще раз повторюсь что ножик нож несмотря на то что это все-таки вроде бы как ломик он на самом деле очень изящный очень приятно и уютно лежит в руке и вот после того как я подержал этот ломик руках я для себя понял вдруг неожиданно что и ломики могут быть и дешевле 10 ножами потому что ломик ломику рознь бывают вот такие ломики которые просто хочется разбить от стены потому что реально не понимаешь зачем он тебе нужен и куда-то смотрел когда его покупал а бывают вот такие ломики которые могут делать видимо и какую-то тяжелую работу но тоже самое время очень комфортно размещается у тебя на кармане и могут быть как и как игрушкой для того чтобы пощелкать там покрутить его но и даже самое время очень хорошим таким серьезным рабочим инструментом заточен нож прекрасно замечательно с любыми любые фигуры любые зигзаги кривые ломанные в общем все замечательно чеки из супермаркета замечательно режет все он замечательно режет вот такой нож который вот я уже контакте написал который на самом деле не хочется выпускать из рук вот честно не знаю все ли ножи которые стоят в районе 150 долларов не хочется выпускать из рук я не очень много таких ножей держал но вот конкретно этот мне из рук выпускать не хочется но все равно он поедет к своему хозяину своему владельцу настоящему который я надеюсь тоже сделает виде ответ когда получит этот нож и расскажет нам о своих впечатлениях поделиться ну что все спасибо за внимание и до новых видео спасибо